Январские морозы не помеха выездной инспекции, когда дело касается детей. Глава муниципалитета Андрей Иванов держит тему возведения пристройки к 14-й гимназии в Одинцове на личном контроле. Оценить ход строительных работ не на бумаге, а воочию, задать все интересующие вопросы, чтобы не допустить отставаний в графике. Цель посещения объекта. Из объектов готов к завершению стадиона. И здесь порядка 20% оборудования. 21 сентября открытие. Работы по строительству включают в себя два объекта. Новый корпус образовательного учреждения и стадион. Что касается последнего, официальные работы завершены. Но на сегодняшний день спортивный объект все еще носит статус строительной площадки, так как проходит этап согласования с контролирующими органами. А вот в процесс возведения нового корпуса свои коррективы внесли погодные условия и увеличение сроков поставки материалов. Однако застройщик обещает сдать объект вовремя. Какие у нас здесь сложности? Ну, есть небольшое отставание по срокам, обещают нагнать. Ну, из-за погодных условий. На площадке 7 дней в неделю с утра до вечера задействовано 60 рабочих и 5 единиц строительной техники. Экскаваторы, погрузчики, манипуляторы, башенный кран. В планах администрации Одинцовского округа приложить все усилия, чтобы 1 сентября 2023 года двери нового корпуса 14-й гимназии распахнулись навстречу своим ученикам. На данном этапе ведутся монолитные работы, работы кладочные. Также проводятся работы по устройству наружных инженерных сетей. В ближайшее время закончим перекладку водопровода, проложим новую линию. В ближайший месяц закончатся работы по возведению монолитов 2-го, 3-го и 4-го блока. Также будут параллельно вести работы покладки. Приступим к монтажу оконных и витражей и начнем к монтажу фасадных приступим. В этом году школа будет сдана и дети пойдут учиться.